Ну вот, смотри, вот и выпрямился, она прямая. Видишь? Именно от этого попробуй без рук. Пятые должны. Сейчас беду сразу резко и в другую не делай. Раз. Раз. А вес ты не переносишь? Вот сюда вес переносишь. Оставишь дальше ногу, а то у тебя, наверное, за это не получается. Нет, туда, ставь на месте. Да. Шири, шар, шири. Да, давай. И вес на эту ногу, давай. Не просто. О, молодец. Да нет, кто как объясняет? Нет. Ну, просто, как бы, мне надо посмотреть. Вот, теперь это руки добавь из-за ногу. Ты ее не держи. Ну, свободно. Вот там, смотри, висит у меня, висит рука. Я задал бедру. Ту-м. Пошла вперед. Ту-м. Еще. А, да, еще раз. Ту-м. Хорошо. Ну, у нее подключено. Да, у нее, ну, у нее изначально вот так поставлен. С одной стороны. Не в этом делается. У Максима получается. Давай еще раз, Маша. С этой рукой. С этой рукой, да. 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 Только не замахивайся бедром. Маша, здесь получается, что ты повторяешься головой все это представить. Так, ну, там, шоу последоваться. Не думай. Вот пошло движение. А, да. Дай ногу сюда. Нет, стой. Стой. На той ноге стой. Это ногу ему подай. Садим. Я так угадаю. Ну, я беру. Посмотри. Да. Еще. Чувствуешь бедра шевелиться? Чувствуешь? Только шевелись только. Опять. Опять шевелю. Тебя начинают бедра шевелиться. Дергайте, да. Делайте до того, чтобы у вас ягодицы прям тряслись. Чувствуешь, чтобы они такие, потому что тряска такая. Да, только руку меняем. Да. Давай, получается у тебя? Закресили. Вот. Посмотри, возьми руку, положи мне на руку. Класс. Положите руку. Так, стряхнул. Ну, сначала мы движение. Пам. Где стряхнулся? Тум. И корпус пошел, видишь? С корону. Да. Пам. Да. Еще. Ты на двичь у меня пятки, все. Давай, бери меня. Делай так и белый. Так и синий. Ладно. Ладно, все равно чем. Да, более жестко. Вот. Ты второй рукой давай. Помнишь тряску эту в регионе? Да. Вот. Вот видишь, как у тебя вот эти ноги тоже должны быть немножко напряжены. Они здесь расслаблены, а вот здесь вот, здесь идет напряжение. Ну вот. Поэтому вот. Сильнее, ну, Маша, что с ним происходит? Ну, не знаю, сильнее, чем сильнее. Я тоже твое движение. Да, в колено присажившись. И здесь. Да, теперь давайте встанем просто спиной камеры эту тряску давайте сделаем. Танец живота. Попами, камеры, если бы вы начнете. А колеи не годится своей. А ну, подвигай попой. Подвигай попой. И здесь снова ей. Расслаблен, там попа расслаблен. От колен трясется. От колен, да. Шини, шини, шини. Может, и все тело трясется. Это движение, шини, наверное, на танец живота. Слушай, ладно. Так, вот это движается. Еще бы у меня. Так, чего надо? Еще бы не получалось. Нет, у тебя классно получается. У тебя, ты смени еще движение. Это хорошее движение, еще одно попробуй. Это мелкое. Мелкое. Блин, как сказать. Смотри, расставь колено. Расставь колено. Вот видите, или сжимаются. На вторая. Коленки не надо попать. Не пора так. Видите, сжимаются. Коленки. Видно? Коленки. У меня. Они по очереди за счет мыши сжимаются. А теперь бессознательно, просто за счет тряски мы их туда-сюда. Ну, тебе получается, понятно. Я вас туда из машины объясню. И Максиму. Расставься. Расставься. Раз, два. Я сейчас все покажу. Ты просто вверх право. Вверх право. Маша, неправильно. Смотри. Смотри, берешь, встаешь. Просто отвисись. Свободно. Сама вся отвисись. Потом отключаешь корпус и просто отвисишь. Отключай сознание. Включай корпус. Не надо тут. Нет. Просто отвисишь. Шими. Ты берешь. Это вот. Девятый. Высоточку поднялась. Выше. Ну, так-таки тряси. Жаль. Понятно? Понимаешь? Идюла. Связь. Между двинниками. Сорва. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Снова движение. Самое движение. Ай-яй-яй. Он нас танцует. Я же танцую. Ипко. Ха-ха. Ой, понимай. Я не буду. Танцов. Так. Смотрите. Вы спрашиваете, для чего это надо? Возьми вот, допустим, я. С одной на тебе. Рок. С одной на тебе. Быстрее. Быстрее. Да, таз расслабляй. И у тебя получится движение. Таз расслабляй. Еще раз. Стрелина. Нога. Собака. Колени. Быстрее. Нож. Быстрее. Скопа. Нет, смотри сюда. Я же делаю с одной на другую. А теперь двое. А как ломбарду раньше танцевали. По-моему, похоже движение. Да, похоже. Только не тряси просто. Еще раз медленно. Не трясутся пока ничего. Раз. Центр снизу. Да. Раз. Оставай снизу передавать. Раз. Да. Неколь. Раз. Два. Быстрее. Два. Два. И три. Читаем. Сокровь. Поступаем. Теперь еще быстрее. Вот. А на другую. Еще быстрее. Шире ноги, Максим, шире. И пошли. Вот, уже начинает получаться. Да, дрожжь такая. Ничего. О, это называется работа. Стояние тела. Все получается. Второе. Но начинается с пупни. С пупни, колени, бедра. Оно как односценно. Понимаешь? Вот, смотрите. Научно. Поставайтесь с этой стороны. Да вы, конечно. Она же необычная, необычная. Для чего я это вам благодарю? Вот так ее достану. Не все просто так. А за ним? Потому что это касается именно эргономики массажиста. Мы не должны тратить свои силы, особенно если, представляете, у меня бывает по 10, 12, 15 клиентов в день. Как можно столько проработать? Особенно, когда ты зачем перед камерой рукой свою вот так вот вводишь? Где я же вожу? Вот только что ты вот так вот вводил перед камерой. Здесь вводил. Да он вот так ее вводил. Как я мог так вводить? Ты чего? Мне пока ты теперь вводил. Тут ничего нет. Я же вижу, что у меня есть перед камерой, что нет. Короче, смотрите. Касается эргономики массажиста, чтобы мы экономили свои силы, и с другой стороны усиливали воздействие на нашего подопечного. Тишина. Так называть. Видите, как я стою? Там, наверное, не видно. Может, камеру пониже? Нормально. Может, посядешь? Ну, не видно, да? Вот я стою. Когда я его натираю вот здесь, да? Вот видите, мои движения какие идут? От бедра. От бедра. И танец. И все равно от бедра, и все равно танец. Вот я как бы этот шарик, то, что мы делаем, да? Запустил милый, и дальше начинаю его растирать. Могу даже локтями растирать. Движение шире получается. Видите, насколько я замещаюсь? Узнаете движение из... Да. Из этого? Поэтому надо уметь смещать центр. Из каблудов. Или как он там. Вот. Когда мы делали вот это вот движение, да? Хлесткое такое мы делали. Или как удар. Тоже это сильное движение. По человеку, по его мышцам понимаете, мы прям внедряемся в голову. Видно откуда это движение? Вот колено идет. От бедра. А не вот так вот вы делаете. Понимаешь? И когда вы от локтя делаете, у вас плечо встанет. Конечно, можно при этом накачаться, если вам надо. Вы можете такие же трицепсы, насколько у меня. Я не ходу в спортзал, я только на людях всегда отрабатываю, так скажем, живым местом работаю. Далее, что мы делали? Вот, например, вот это движение. Когда я работаю с головой человека, ну или с шеей, да? Я его натираю, у меня нога дрожит вот эта. Во-первых, она мне передает движение. Не видно, может быть, да? Сейчас вставлю. За движениями, у меня уже сами ходят. Ягодица трясется. Я при этом расслабляю свои мышцы ягодичные. Мышцы до икры, до голени. Понимаете? Это моя собственная релаксация. Когда мы стоим в стойке шире, мы имеем возможность отдыхать. Переходя на одну ногу, у нас эта нога отдыхает. Я иногда ее просто машу. Я обокачиваюсь на клиента. Лежу на нем, но иногда он вот так. Отдыхает, расслабляется. Или я даже ее завожу за спину. Вот так вот. То есть я занимаюсь с клиентом, понимаете, гимнастикой. При этом я же отдыхаю. Если вы целый день работаете, это очень важно, чтобы у вас не развивались эти вены, не опухали на ногах. Потому что всю работу вы делаете на ногах. Во-первых, вот эта согнутая позиция, она позволяет вам не накипаться телом, но так вот сам корпусом. Когда у вас, как у массажистов, у профессионалов, начинаются вот эти заболевания профессиональные, где соединяется с крестцом поясничная наша часть, вот эти мышцы. Они наиболее сильно страдают от этого. Они перегружаются в такой степени, что бывает блокада мышечная. Это очень больно. Многие путают, говорят, грыжа там, грыжа, да еще что-то. Никакой не грыжи. Нет. В 90% случаев у людей смещения диска тоже нет никакого. Это мышечная блокада. Из-за того, что вот этот сегмент, я вам уже говорил, да, позвонковый, где два позвонка, между ними диск, мышцы начинают его сжимать, диск, соответственно, начинает вылазить. Но он может быть и есть у кого ближе, может и нет в какой-то мелкой степени. Но за счет того, что мы сжимаем, оно начинает давить на вот эти нервные корички от позвоночника. И отсюда идет боль. Но изначально это мышцы. Мышцы заблокированы так, что у меня тоже были такие моменты. Я возвращался домой, еле шел по метро, за все держался, просто вообще не дойти. Мне было стыдно таких людей, которые меня там не видели. Но за ночь у меня все прошло с помощью специального упражнения, которое я делал с банкой. Обычной стеклянной банкой ночью. Это нам сейчас, мне нашу тему входит. Поэтому объясню потом про это упражнение. У меня есть видеоролик, на YouTube зайдете, канал называется «Средство ориентированной практики» на YouTube наберете, и там найдете эти упражнения. Я для вас специально пишу и выкладываю бесплатно. Для вашей пользы и бессрочное, бесплатное пользование. А сейчас я говорю о том, чтобы мы сберегли себя и не страдали от этих движений. То есть мы расслабили свой вот это место поясничное. И если мы не просто замерли какой-то стойки, например, такой, да, опять отклонились, а меняем движение вот так, то у нас получается зарядка, физкультура для наших собственных мышц. Понимаете? Когда мы делаем это как физкультура, ну, например, иногда я над пациентом сгибаюсь вот так вот, боком. Ему делаю. Запоминайте, Таня, видишь? Когда я сгибаюсь боком, у меня работает вот здесь на сжатие мышцы, да? А вот здесь мышцы растягиваются. Понятно? То есть это упражнение, да, попробуйте, бок, лево, право, с поворотом плечей. Плечи же я поворачиваю. То есть практически, практически мы делаем зарядку сами для себя. Когда мы делаем зарядку, может у нас что-нибудь выскочить, грызу или какой-нибудь? Не может. Таким образом мы одновременно и себе помогаем, и обезопасиваем свой вот этот мышечный корсет в поясничной области. Понятно ли, с чем мы это делаем? Продолжаем. Если ноги устают, можно положить их, ну, вот я, например, на этой ноге могу стоять, да, я уже показываю. Другую машу. Можно положить вот тут такую специальную маленькую скамеечку, чтобы на нее ставить ногу. Или на столах часто бывают там какие-нибудь там перекрытия. Можно на них ногу поставить. И у вас одна нога напряжена, а другая свободно висит. В этот момент вы работаете. У кого этого нету, можно ногу поставить и на себя же. Куда угодно, выше, ниже. Да, и вот вы как бы работаете, это нога отдыхает. Или вообще на стол даже можно. Здесь работаете, это нога у вас отдыхает. Можно даже и присесть. Если принять не такой толстый, прям подвинуть его. Или вот он, например, лежит, там голова, сюда руки, руку, в общем, будем положить на колено. Также можете работать с этой рукой. У вас эта часть бедра отдыхает, а эта нога тоже висит, тоже отдыхает. То есть раскрепощаете свою вот такую вот опять же поясничную область, которая наибольше всего страдает. Далее у меня есть специальная гимнастика, как массажистов восстановиться с помощью массажного стола. Это достаточно там много упражнений, поэтому, опять же, они есть на ютубе. Моисе туда зайти, все это там подчеркнуть. Как это делать? Сейчас я вспомню, что еще хотел сказать. Ну, вы поняли, да, как разгрузить ноги, чтобы они не вставали? Как передать энергию за счет этих движений? Понятно, да? Попробуйте, с установлены с этих движений нужно подойти. Сейчас мы перейдем на работу друг на друге. Мы вообще взбодрились, да? Да. По веселее стало, хотя бы растрясли свои ягодички. Я прям разогрелась. Да? Вот. То, что можно энергию запускать в тело человека, так же мы ее запускаем. Тоже отсюда. Накачали у себя и пустили ее в человека. В общем, это применимо многократно. Просто начинаете это делать и не забывайте. Сейчас мы будем отрабатывать дальше движения с руками и с ногами. Не забывайте это все применять. От бедра движения, а еще лучше от пятки. Здесь мы сошли. Все понятно? Так, пауза. Переходим к следующему вопросу.